Всем привет и слава Украине! Новости из Кавказа продолжают свою работу. С вами я, Гелла Васадзе. И сегодня у нас суббота, а это значит, что звездец Мангусту с хорошо знакомым и любимым нами Михаилом Самусем. Приветствую, Миша. Очень рад тебя видеть. Привет всем. Привет, Гела. Слава Украине. Героям слава. Миша, много всего было на прошедшей неделе, но я бы выделил, честно говоря, удары беспилотников. Мне оно понравилось. Я не знаю, кто их запускал и зачем, вернее, кто их запускал, но я знаю точно зачем и важен результат. А результат на лице. На лице конкретного, наглой, как сейчас говорят, мы будем кого-то бить по роже, по наглой, рыжей морде. Ну, то же самое. Бесплотники, это вообще очень интересная тема. Я тут принимал участие в одном закрытом мероприятии по беспилотникам, где участвовали там американцы, европейцы и так далее. Так вот, когда сравниваешь, чего сейчас достигла Украина и каким образом, на каком уровне она сейчас находится, именно по применению, собственно, дронов, беспилотников, маленьких, больших, морских и так далее, и какое влияние это имеет именно на тактику, на оперативное искусство, вообще на характер боевых действий, то, честно говоря, те страны, которые находятся, они наши союзники, но они находятся в мирном состоянии. И для них, например, нормально сказать, вот мы там в следующем году планируем закупить, например, 10 беспилотников таких и 30 таких. Я говорю, ребята, теперь давайте я вам расскажу, что происходит в Украине. Возьмем, например, армию дронов. На данный момент куплено 1900 беспилотников. Берем фонд притулы. 3700 беспилотников. Стерненко купил 500. First person view беспилотники. Это такие дроны-камикадзе, когда ты в очках ведешь его, и он, ну, помнишь такие видео, когда они БМП догоняют, прямо туда в хвост залетает к нему. Это только, говорю, краудфандинговые компании. То есть это то, что люди собирают. Люди собирают и покупают, да. Есть еще бюджет. Вот вчера была новость, что в Украине сейчас на закупку беспилотников будет 30 миллиардов гривен. Это, скажем так, 800 миллионов долларов в следующем году. Можешь себе представить, что это такое. То есть сейчас для Украины, грубо говоря, в каждом отделении должен быть свой беспилотник. Лучше два и лучше еще с инфракрасными датчиками, чтобы видеть ночью, что происходит. И поэтому вот эти все очень много видео, когда сбрасываются боеприпасы, потому что сейчас сбрасывание боеприпасов, это стало вообще одним из трендов, который эффективно применяется армией и, ну, как бы одно из самых удачных и самых дешевых, эффективных вооружений, которое используется, на самом деле. То есть кроме разведки еще непосредственно используется для поражения. И вот эти вот краудфандинговые кампании в ноябре, когда начались, ну, в октябре, когда начались первые удары по Украине ракетами, Притула и Стерненко, это такие два парня известные у нас, они занимаются в том числе сбором средств на армию. Они объявили месть за эти удары. Это был октябрь-ноя прошлого года. И вот когда они говорили, что будут беспилотники 30, уроны Камикадзе, 30, 200 и 800 километров. Так вот, сегодня уже март. И, естественно, вот те вот замыслы, они, конечно же, реализованы или находятся в финальной стадии. И то, что мы видим, вот эти вот одиночные удары уронов, это, естественно, их испытания, причем в нормальной такой вот обстановке. И поэтому это начало. Это начало вот той наступательной операции. Потому что наступательные операции, они всегда, это не так, как под Улидаром русские колоннами идут на минные поля. Это стука очень комплексная. Туда входят информационно-психологические операции, кибероперации, вот удары дронами понемножку, так разведка ПВО и так далее. А ты видел, кстати, видео, когда на А-50 садился дрон, взлетал? То есть как это было на самом деле? Как не видел, да? То есть есть в интернете уже видео сегодня появилось. Собственно, как А-50 уничтожались оборудования на этом самолете. То есть они же сделали вид, что не повредили, да? Куда-то он улетел, но он улетел и не вернулся. То есть он улетел на ремонтный завод. А сегодня опубликовали... То есть мне вот это нравится, когда люди не публикуют сразу, а ждут ту сторону, чтобы она вывалила какой-то бред, а потом ты публикуешь, как это было на самом деле. То есть там прилетает беспилотник. Сначала один беспилотник прилетел, сел на эту антенну, посидел, улетел. Это вообще феноменально. А дальше прилетел уже, собственно, камикадзе дрон, сел на антенну, одну из антенн, там есть круглая, и ниже одна такая штука. Он на нее сел и взорвался. И теперь русские не знают, что там будут рассказывать, но это выглядело, честно говоря, фантастически. Если вспомнить, что эта штука вообще А-50, их единицы, это стратегический инструмент. И так к нему относиться. Ни радиоэлектронной борьбы там не было никакой, ни даже бойца с берданкой вокруг самолета, который бы мог хотя бы отгонять. То есть плотник. Вы представляете, он сел на антенну, посидел на нашу... Это смешно выглядит, честно говоря. Но это показывает вообще уровень ситуации. То есть это только начало. И вот эти тысячи беспилотников, это, конечно, будет одна из интереснейших фаз этой войны, такого направления, когда танками можно, конечно, ходить, они там ходят, но беспилотники еще себе покажут. Это же еще фактически очень серьезная психологическая операция, потому что, ну, понятно, что, ну, уже не осталось, скажем так, безопасных территорий. В то же самое время украинские ВСУ наносят четко удары по военным целям. В отличие, кстати, от этих гаденышей, которые продолжают военный... Очередное, крупномасштабное, скажем так, крупное военное преступление было. Удар по многоэтажке в Запорожье. Причем, ты знаешь, честно говоря, я думаю, что это был... Не именно в эту многоэтажку в Сорелис, но я думаю, что это был именно удар по жилым кварталам, потому что смысла стрелять по С-300 по какой-то цели там я вообще не вижу, честно говоря. Вот это... Да, если ты представляешь такое террористическое оружие тоже, как Х-22, то есть куда-то ты запускаешь туда вот в том направлении, и какие-то разрушения будут, какой-то ущерб будет противнику, но, как правило, этот ущерб заключается в том, что удары идут по гражданским, и никакого военного эффекта вообще никак не получается. Еще одна новость, скажем так, она тоже в тумане, но сейчас еще зима, в общем-то, и тумана быть не должно, но туман есть, и туман есть в грянских лесах. Такой серьезный... Ну, иногда поднимается, уже март, понимаешь? То есть иногда дымка такая идет от снега и бьет в голову. Честно говоря, я когда вчера в масштабе реального времени мониторил сетки военкоров, вот эти вот сообщения, которые шли под копирку, там понятно, все это распространялось, мне вспомнился фильм, естественно, «Хвост вилляет собакой», классика жанра, когда вот формировалась параллельная реальность, то есть как бы об Албании. Война в Албании, да, война в Албании. То есть формируется параллельная реальность, и происходят какие-то непонятные события, девочку убили, потом она воскресла, захватили школьный автобус, потом сегодня показывают какие-то, с Жигули там стоят, Лада, Нива какая-то пробитая, и какой-то человек там лежит, ну то есть совершенно непонятная ситуация, потом российское добровольское РДК показывают абсолютно чистая форма, чистейшая такое общение, что ну явно не во время операции, то есть или просто приехали, как вот на экскурсию сфотографировались. То есть все это настолько, ну не налазит на голову, если честно. Я считаю, что это информационно-психологическая операция, которая очень плохо проведена. То есть она, ее пытались провести по всем канонам, то есть кто-то сидел там, изображал из себя специалистов, но на самом деле пошло все не так. Одну из гипотез, которые я видел, почему это все пошло не так, что украинская разведка получила информацию о готовящейся провокации, потому что о том, что группы какие-то ходят уже в украинском камуфляже, в пикселе, в этом районе, появилось где-то недельку или даже больше назад. И говорят, что возможно провокации. А теперь получилось, что вот провокация должна была быть, украинская сторона об этом узнала, и вот таким образом сорвала ее, работав вот этими как бы диверсантами, то есть в другую сторону. А те люди, которые пытались инсценировать, они не поняли, что это было. Они думали, что так нужно по сценарию, и поэтому запустила и пропустила эту группу. Но это выглядит вообще фантастически. Но в конце концов, ты помнишь, чем закончилось сообщение? Значит, выдавили, я помню этот глагол, выдавили противника и нанесли массированный артиллерийский удар. Это полный бред. То есть, а где пограничники? Ну, чтобы было понятно, этот район Брянской области, через него, в принципе, заходили войска в феврале-марте прошлого года. То есть, и там рядом находится штаб дивизии, находятся военные базы российские. И тут вдруг заходят. То есть, там очень напряженная обстановка, на самом деле, в этом районе. И просто заходит туда 50 человек вооруженных диверсантов, делает что угодно, что хочет, и выходит спокойно. А потом вдогонку находит наносится массированный артиллерийский удар куда-нибудь. То есть, никаких трупов, пленных и так далее. То есть, что делали в это время пограничники, ФСБшники, Росгвардия, все остальные ребята, мне непонятно, чем они занимались целый день. Но зато информирование было в реальном масштабе времени. Девочку захватили, убили, воскресли. Она ушла, пошла. То есть, это было настолько интересно читать. Надо пересмотреть опять фильм. Пост, является собакой, он им очень не нравится. В этом плане. То есть, фактически получилось таким образом, что готовили они провокацию, а нарвались на контрудар. Да. То, что наши провели контр-ИПСО, это точно. То есть, было там ИПСО, потом наши провели ИПСО. В результате Путин проблеял какой-то бред про террористов. Потом проводит сегодня какой-то Совет Безопасности. Но, извините меня, но ты же в молодости говорил, что мочить будем террористов в сортире. А еще он сказал, что, ну я же говорил, вот видите, я правильно начал специальную военную операцию. Вот если бы, вот они и хотели это делать. Вопрос возникает, товарищ дорогой, уже год прошел. Год прошел. До этого, причем до 24 февраля прошлого года, таких случаев не случалось. Я думаю, себе это очень сложно было бы представить год назад, ну до 24 февраля, заходит 50 человек, устраивает там шоу. В это время, причем это же было правильно, летят бесплотники, Крым там, по всей России летят бесплотники. Путин говорит, ну видите, какой я молодец. Вот видите, а если бы я не начал специальную военную операцию, то было, так в принципе, так в принципе же ничего такого страшного не случилось. Ну там дискуссии бывают, а вот что вот если Украина зайдет в Крым? Это же он сразу ядерный удар нанесет. Я говорю, да ничего не будет, вот будет такая же реакция. Скажут, вот видите, вот видите, они всего-навсего в Симферополь зашли. А если бы я не начал специальную военную операцию, они бы в Севастополь год зашли, а так всего лишь в Симферополе. Ну какие проблемы? Это нормально, мы работаем, и все идет по плану, самое главное. Кстати, вот это часто бывает. Вот сейчас история, говорят, повторяется один раз в виде трагедии, другой раз в виде фарса. Фарс – это тоже кровавый фарс, к сожалению, но это фарс, потому что когда вот сравнивают, например, Путина со Сталином, да? То есть я не представляю себе Сталина, который жалуется. Сводвики говоришь. Он вчера жаловался, что вот кто-то там, почему-то они напали, эти сволочи, эти нацисты. Подождите, а ты кто такой? Ты вообще кто? Кому ты это говоришь? Кому ты это говоришь, что на нас напали? Моя задача была 24 февраля прекратить это все. Ты же сказал, что это наша задача. Превентивные удары, там еще был усатый таракан говорил, что превентивные удары из четырех направлений и так далее, не знаю. И теперь он говорит, на нас, оказывается, напали террористы плохие. Вся Россия отбивалась от них. Но вы довели, нанесли артиллерийский удар. Молодцы. Я, в сущности, за то, чтобы у них было как можно больше поводов оправдывать начало своей специальной военной операции тем, что вот на них вот сейчас напали и так их бьют. Вот видите, а так бы нас били раньше, а нас только сейчас. Кстати, дело, продолжая, то какая реакция будет на удары бесплотников. Вот, заметь, в официальной пропаганде, в официальной информации России вообще этих вещей нет. Они называют, раньше называли их лапками, а теперь их новый мем появился. Это, оказывается, везде реактивные самолеты переходят в сверхзвуковой барьер. Вот везде, где они говорят, наносят удары бесплотниками, это говорят, это не взрывы. Это просто рядом учения были, и самолет барьер преодолевал. Ну, огонь – это так, ну, мы не знаем, это совсем другое, разные случаи. Нет, но оно и понятно, везде исключительно сверхзвуковой барьер переходят, и никак иначе, но просто проблема, вот, на мой взгляд, знаешь, их в чем? Прямо, когда ты используешь сразу же весь свой потенциал, вот, все, у тебя потом уже нету, и остается только последнее средство, которое, да, понимаешь, что если ты его применишь, тебя уничтожат, просто сразу же, то, ну, нечем отвечать. А что, чем они могут сейчас напугать Украину? Вот не делайте так, а то мы сделаем что? Вот что они… Они продолжают про ядерный удар. Нет, я еще раз говорю, про ядерный удар я уже сказал, что если они решатся хоть где-нибудь, хоть как-нибудь это сделать, и они это знают, это будет означать просто их физическое уничтожение, потому что… Да, именно физическое уничтожение. Просто рисковать миром никто не будет. Сегодня, не знаю, видел ты или нет, Лаврова как-то смеяли в Индии, это тоже, это очень… Индия, это как бы, это как бы же, ну, наше все сейчас, ну, то есть Россия, это как там, пхай-пхай, или как там говорили, но дело в том, что Лавров выступает и говорит, ну, вы же знаете, мы войну не начинали, мы пытаемся, это какой-то конгресс, там, ну, форум в Нью-Дели идет. Да, Раитино, я бывал на этом, на этом форуме я был. Да, да, и вот сидит Лавров на сцене и говорит, мы эту войну не начинали, мы пытаемся ее остановить. И весь зал ржет, как будто бы перед ним выступает комик. И Лавров так замешкался, потом начал говорить про нацистов и так далее, но если уж в Индии ржут, то я не знаю. Я скажу, и в 20-м году он не отличался особо, но его, в 20-м году его слушали, его внимательно слушали, ему внимательно было, что это его держава и так далее и тому подобное. В общем, дело для Индии сегодня, очень интересные на самом деле происходят моменты, для Индии сегодня, во-первых, есть индийский проект, мегапроект большой, и китайский проект. Китайский мегапроект, который идет по нисходящей сейчас, потому что он уже давно идет, и у них проблемные, явные проблемы. Ну, Юра об этом очень хорошо говорит, еще раз рекомендую категорически всем, кто интересуется Китаем. А индийский проект, это тот, который сейчас они собираются запустить. Так вот, я вчера, как раз таки с Вархадом Мамедовым мы об этом говорили, вам поржали, когда я сказал, что ведь для Индии и Китая, вот если так серьезно, они сейчас очень бережно относятся к России, они будут за нее конкурировать, потому что Россия для Индии и Китая – это еда. Да. Вот просто еда, то есть ресурсы, которые можно получить на халяву. Поэтому, ну, и индийцы, и китайцы, ведь что, этот, глобал тайм? Ну, они уже и получают, индийцы получают, отлично, отлично. То есть это сказка, когда… По очень хорошим ценам нефти и так далее, это все это сказка. Все индийские и все китайские хранилища переполнены нефтью, они не знают, куда ее девать. Просто не знают, что все заполнено, ну куда еще? А вокруг блуждают танкера и говорят, возьмите еще, пожалуйста, возьмите еще. В общем, нам не надо. Ну да, они просто не перерабатывают ничего. И, в общем-то, так нет, весь вопрос в том, что и Индия, и Китай увидели в том, ну, борьба за советское наследство. Хотя, вот, это очень интересный момент. Смотря, как закончится война. Если война закончится, дестабилизация и в России, придется брать на себя ответственность Западу. И как бы этого не хотела бы Украина, часть ответственности за, вот, на ведение порядка придется брать на себя, по крайней мере, в проигранических областях Украины. А если война закончится фашистским режимом, то это, понятно будет, что этот фашизм, он будет на службе мирового империализма, причем этот мировой империализм будет представлен в виде Китая, Индии, ну, может быть, еще в виде более маленьких стран, типа Турции. И тот же Иран этим воспользуется и так далее. Чтобы можно было, то есть, в борьбе за советское наследство, советское наследство, на самом деле, Западу особо не нужно. Что там в этом наследстве, чтобы... Да, так самое интересное, но мы с тобой уже говорили, что Западу тут, на самом деле, тоже выгоднее, если не начнется, вот, прямо сейчас хаос. А будет какой-то период фашизма, ну, скажем, 20 лет, да, пока Путин живой, там, его будут носить в изоляции. И за эти 20 лет можно будет подготовиться к этому следующему перетрансформированию России и там остатку вот этой Российской империи. Поэтому такое впечатление, что консенсусное, глобальное консенсусное решение по путинскому режиму, чтобы он изолировался еще лет 20 и пытался жить. Насколько это Украине выгодно, не знаю, честно говоря, но... Украине, ты понимаешь, а ты знаешь что, я думал над этим выгодно, это невыгодно, знаешь, кому это невыгодно, нам, странам, вообще другим соседям России, это не очень выгодно. Беларуси, кстати, невыгодно, Беларуси невыгодно. У меня есть соображения насчет Беларуси, а Украине, в принципе, и так хорошо, и так хорошо, то есть все равно, потому что, ну, в конечном итоге будет... Комиатический сценарий, да, потребует больше усилий, он потребует большую часть. Да. А если будет изоляция, мы закрываемся стеной и идем в Северопейский Союз и хорошо развиваемся там в мере своих возможностей. Вот и тут будут требоваться усилия, потому что на самом-то деле Украина будет выступать в роли того самого Цербера, в роли которого не сумела выступить Польша, вот в межвоенный период, между Первой и Второй мировой войной. Именно на Украине будет лежать задача ни в коем случае не допустить прорыва этой изоляции. Ведь фашизм, фашистский режим в России, это совсем не обязательно Путин, и это, скорее всего, не Путин. Ну, зависит от его физических возможностей, ну да, это вообще не... Нет, если вот так по уму, ну, приведут китайскую партию к власти, это, опять-таки, Сечен Патруш. Да, и китайская, и, кстати, эта китайская партия, она с большим удовольствием, с великим удовольствием ляжет под Китай и так далее, и тогда Китай получит больше всего дивидендов. Но при этом нужно будет ни в коем случае не допустить того, чтобы, ну, грубо говоря, появление нового Сталина. Появление такого режима, который, в общем-то, прорвет то, что в свое время в школе, в университете назначили, прорыв международной изоляции СССР. Помнишь, да, этот? Да. В 20-е годы прорыв международной изоляции, когда просто стали тупо зарабатывать деньги. Ну, понимаешь, это уже было, у Путина это уже было. Вот этот резать после перезагрузка, после Грузии, это, в принципе, очень напоминает, потому что тогда, вместо того, чтобы Россию придушить, за горло немножко сказать, что, ребята, это так нельзя делать, сказали, ну, видимо, он погорячился, давайте завалим их деньгами, построим там заводы, купим у них нефть, газы, и они сразу подобреют. Разреши вам коррупцию официально, то есть, фактически, им сказали, у вас современная демократия равно, вы там себе коррупцию как разводили, разводите, убивайте там этих всех людей, никакой демократии, но главное, чтобы вам было хорошо, и вы не были злые. Смотри, из действующих политиков, действующих политиков, уникальность самая, на мой взгляд, я не знаю, еще были ли случаи в истории такое, но вот сейчас вот из действующих политиков такого точно нет. Человек, который сначала написал книгу воспоминаний, то есть, фактически, о воспоминаниях человек делится тем, что вот он пережил, и так далее, и тому подобное, честно рассказывает, как он считает, как он видел эту ситуацию. А потом вернулся опять в активную политику, причем на большой должности, это нынешний директор ЦРУ Бернс. Он написал книгу, честную, абсолютно честную с его точки зрения, «Невидимая сила американской дипломатии». И он целую главу там посвящает Грузии, и в заключение он еще предложение сделал по Грузии, в этой книге по грузинскому Грузии, потому что он тогда был послом США в России. И он абсолютно уверен, что тогда была допущена ошибка, что не уступили Путину. Он прямо так пишет. Не уступили. Путину нужно было просто уступить Грузию. Вообще все. Да, вот все. И тогда бы, тогда бы не было бы таких трагических последствий, и так далее, и тому подобное. Кстати, кандализа... Кандализа стран. Кандализа, ничего странного, они так думали. Кандализа Райс в своих мемуарах пишет примерно то же самое. И она говорит, как она противоставила Чене и Бушу, которые как раз-таки защищали Грузию. Ну, кандализа Райс автор, автор «Киевчикенспич» для Буша Стараши, в котором говорится о том, что украинский национализм угрожает региональной глобальной стабильности. Поэтому Украину нужно оставить в составе Советского Союза. Это было в июле. Советский Союз. Да, да, да. Да. Это писала спичрайтером, была кандализа Райс, молодая. Вот и все. Так что, то здесь, когда Бёрнс пишет про НАТО, про расширение НАТО, он говорит следующую вещь, что, мол, первое расширение НАТО, оно было абсолютно оправданное. И цель была в том, чтобы разделить Россию, отделить Россию от Германии. Чтобы Россия и Германии не могли соединиться и создать очередной тандем, который будет угрожать миру в Европе. На самом деле, не миру в Европе. Он тоже немецкую геополитику подсчитывал. Американской гегемонии, скажем так. Но там он не пишет американской гегемонии, он говорит миру и так далее. Но... Ну, Атлантисты, да, Великобритания, США. Дальше он называет абсолютно бессмысленными дальнейшие расширения. Балтия, Балканы и так далее. Мол, это вообще не нужно было. Зачем? Кому это было нужно? То есть, достаточно было принять Польшу. На самом деле, он бы ограничился на Польшу, Венгрию и Чехию. Это так, по ходу дела. Он бы вполне мог бы ограничиться на Польшу. Достаточно было бы принять. И ты понимаешь, в чем дело. И это было мейнстримом. Заметь, Кондо, республиканка. Бернс, ну, в принципе, демократ. Понятно, что демократ, у него симпатия на стороне. Да, он профессиональный там дипломат и так далее. Но его симпатия на стороне демократической партии. Но они думали об этом. Украина все изменила. Да, потому что в 2008-м Бухаресте не изменили. Именно вот так вот действовали. Хотя Буш-младший был, как бы, за предоставлением. Буш-младший в основном был локомотивом там. Ченни, Маккин, Неаконы, они, в принципе, понимают, в чем дело. Можно сколько угодно сейчас морщить носики, Неаконы, туда-сюда, вчерашний день. Но они знали, что будет так. Они понимали, что будет так. Потому что сказать, что Путину не уступали, да Путину во всем уступали. Во всем? Не можно было, во всем уступили. Ну, блин. Гела, последний пример. Приходит Байден, вспомни, что он сделал. Он снял эмбарго и санкции с Северного потока, которые Трамп положил. Вот тот плохой Трамп, который мы там все... Он сейчас придет и Путина обнимет. Ничего подобного. Это как сегодня говорят, Трамп придет и Украине сразу же помощь прекратят. Во-первых, Трамп не придет. Это... Да. Даже если Трамп придет, с какого перепугу он будет прекращать помощь Украине? Трамп действует в национальных интересах Соединенных Штатов Америки. Это совершенно не означает, что нужно прекращать помощь Украине. Но Байден пришел, он как раз действовал, как ему... Видимо, это просил Бернс, Салливан, и они говорят, давайте... Ну, да, это продолжение той самой политики перезагрузки. Хотя уже вроде бы как набили они шишки с этой политикой. Нет, давайте еще раз попробуем. Они встретились с Женевей, и Путин ему откровенно сказал, я хочу вот все. Он говорит, ну все не получится, имей совесть, давай вот Северный поток. Путин говорит, ну давай, хорошо, покажи мне, как ты можешь. Он ему показал, а что... ну и что произошло дальше? Путин говорит, а теперь давайте делать так, как Бернс говорит, откатываем расширение НАТО аж до туда. Нет, он вообще хотел, чтобы откатили расширение НАТО до первого расширения. Да, ну понятно, они бы потом сели и поторговались. Окей, давай первую волну оставляем, чтобы Германия там... А вот это все остальное забирает. Ну, понятно, это звучит как бред, но если бы Украина 24 февраля не сделала то, что она сделала, было бы вот так. Конечно, было бы вот так, и я в этом не сомневаюсь, я думаю, никто в этом не сомневается. Я думаю, что абсолютно... Слушай, вот еще одна такая новость, Шольц, наш дорогой Олаф Шольц, любимый. Когда он говорит о леопардах, мне это нравится. Но когда он говорит, что необходимы переговоры, и Германия ведет переговоры с союзниками о предоставлении гарантии безопасности Украины, зачем Украине сейчас гарантии безопасности? Естественно, это после победы, конечно. После победы. После победы, пусть он России предоставляет гарантии безопасности. Есть просто план Зеленского, есть Киев Компакт, так называемый. То есть, есть тоже концепции, которые предоставлены украинской стороной, и есть разные подходы. Многие говорят, какие могут быть гарантии, если Украина сразу становится частью НАТО, и там все написано. В принципе, вот этот Киевский Компакт, он тоже исходит из того, что... Ну, во-первых, он немножко так во времени переломлен, то есть, там идет, нет четкого разграничения между сейчас и потом, и все это как бы так вот идет потоком, что, исходя из урока Украины, нужно так сделать, чтобы все в Европе были защищены системами ПРО, ПВО, чтобы у всех была гарантия производства и качественного ОПК, и так далее, и тому подобное. То есть, исходится из уроков того, что Европа не была готова. Украина как раз восемь лет после войны, она была более готова к такому развитию событий, чем Европа и Соединенные Штаты. То, что сейчас восстанавливается, восстанавливается производство боеприпасов, уронетехники, модернизируется авиация и так далее, вертолеты. То есть, предложения такие, комплексные, но главным, конечно, является это вступление в НАТО. То есть, после победы Украина становится членом НАТО, и после этого, и с точки зрения гарантии, и с точки зрения усиления НАТО, мне кажется, это будет идеальный вариант. То есть, страна, которая победила Россию, является членом НАТО. Что, ну, вообще НАТО создавалось для того, чтобы не допустить... Победить Россию. Чтобы не допустить, для сдерживания, вот так. Пытался вспомнить deterrence по-английски, вот сдерживание. НАТО создавалось для того, чтобы... Вот ты понимаешь, в чем дело? Я сейчас скажу немножко юридичную мысль, но она у меня верится с самого начала войны. Что НАТО-то создавалось для сдерживания России, но если Украина побеждает Россию, то уже сдерживать-то некого. Это Украина должна принимать НАТО в себя, а не НАТО в Украину. Но тут дело есть, определенные такие в дефинициях вопросы. Там было для сдерживания Советского Союза, империи зла, да. И вот некоторые в 91-м году неправильно поняли ситуацию. Они думали, что империя зла упала, Советского Союза нет. А все, что осталось вот здесь, это такие вот хорошие ребята, которых злые коммуняки заставляли делать вот такие плохие вещи. Они ошиблись. Хотя мы им говорили, ребята, вы ошибаетесь. Доведите дело до конца. Дайте свободу Ичкерии, дайте свободу всем свободным народам России. Там сто стран должно быть на самом деле. Они не послушались. Сказали опять же. Мы и так разрешили вам Украине стать независимой Грузии. Куда вы еще лезете? Все, дайте спокойствие этим хорошим, прекрасным людям, русским. Загадочная русская душа, водка, балалайки. Ты помнишь, наверное, настроение, перестройка, значки, гласность. Михаил Сергеевич и так далее. Романтика сплошная. И самое интересное, что сейчас, вот главное, чтобы сейчас не было допущено, Таши, ты говоришь, Россию мы победим. Но это не значит, что исчезнет имперское зло. То есть, вот это вот зло. Суть в чем? Суть в том, что Украина должна быть настолько сильной, независимо от того, в НАТО она будет или нет, настолько сильной, чтобы быть щитом Европы. Понятно, очень логично, что Украина должна быть в НАТО при этом. Конечно же, если ты защищаешь Европу, если ты защищаешь Европу, то естественно. Имперское зло не исчезнет. Даже если, допустим, допустить такую вещь, что на месте России образуется несколько других государств, которые говорят, что эти государства не будут агрессивными. Тоже воприк. Конечно. Среди них будут агрессивные, среди них будут изолированные. Кто-то будет литеральным, кто-то будет демократическим пытаться становиться. Да, все будет. Все это будет. Поэтому тут тоже большой вопрос. Ну вот смотри, я просто подниму эту тему так, в качестве затратки. Вроде бы как Украине-то сейчас вообще терять нечего. Вот война с Россией. Но, может быть, не те люди эту идею продвигают. Может быть, не то, что-то происходит. Например, такой вопрос, такой кейс, как признание геноцида черкесского народа, он до сих пор в России не прошел. Почему не прошел, тоже непонятно. Хотя, я еще раз говорю, это вот абсолютно очевидный кейс. Грузия уже приняла, прислала Кашвили в 2011 году. Украина прислала, например, независимость Ичкерии. Да, но независимость Ичкерии, понятно, там есть правительство в изгнании, там все ясно. Но вот этот шаг и вообще все шаги в этом направлении, ну как бы, я понимаю, что можно... Ты знаешь, много историй с геноцидом, с геноцидами, скажем так, существует. Кто-то признает, например, сербы не признают, что они осуществили геноцид, там, боснийского народа. Кто-то признает, кто-то не признает. Это все очень сложно. И когда есть лоббист, это вопрос... Но в данном случае это удар по империи. Да, конечно, конечно. Это удар по империи конкретно. Я думаю, что здесь недостаточно лоббизма. То есть именно со стороны черкесского народа должен быть более активный лоббизм. Знаешь, я вот о чем подумал, что нет у черкесов правительства, как у чеченцев. Нет у них правительства. Тут ведь, понимаешь, вопрос в том, участвуют в этом черкесы или не участвуют, это же вопрос не черкесов, а вопрос Украины. Вот о чем идет. Ну правильно, но ты понимаешь, вообще машина, которая сейчас работает... Да, работает это немножко... Да, работает это немножко по-другому. То есть должен быть... Чтобы это попало... Есть такой making decision process. То есть чтобы попало это в процесс принятия решений, должен кто-то прийти, принести, грубо говоря, один листочек красиво изложенной информации и сказать, вот, возьмите, пожалуйста, это очень интересно для принятия решений. Потому что... Была попытка у Гончаренко, но я понимаю прекрасно, что это была попытка бесполезная, потому что тут нужно адресному конкретному. И у нас еще вопрос признания Косово, например, да, то есть, опять же возвращаясь. То есть существует очень много, да, если посмотреть... Признание Косово я бы точно не торопился, Миш. Да, потому что сейчас вопрос, ну, та же Румыния, например, не признала Косово. Ну, конечно. Словакия не признала Косово. Ну, тут, опять же, венгерский вопрос, именно причина является, сепаратизм и так далее. Еще один. Но для Украины тоже вопрос Косово. Косово очень сильно поддерживает Украину, кстати, сейчас. Очень сильно. В отличие от Сербии, которая, естественно... Кстати, в отличие от Сербии, сербы меняются на глазах. Ну, а куда им деваться? Геополитика такая штука, она тетка злая. Ты тут сначала... Это же, опять же, повторение Первой и Второй мировой войны. Там разные истории были и с болгарами, и с сербами, и с румынами, кстати, и с фенграми. Когда кто-то сначала одного поддерживает, потом смотрит, а этот кто-то превращается в такого блеющего старичка, который жалуется на террористов. Кому он нужен? А тут, с другой стороны, стоят люди и говорят, так вы вступаете в Европейский Союз или мы закрываемся? Вы смотрите там. Или идите к Путину уже. Они говорят, а как к Путину? А мы уже забыли, кто такой Путин. А как вы еще раз сказали, Европейский Союз? Да. А, ну так мы к вам. Сейчас, на самом деле, происходят очень интересные такие тектонические сдвиги, которые действительно постсоветские, вот период вот этот постсоветский, он меняет очень сильно в разных регионах мира. Мы еще, кстати, посмотрим, как будет меняться Африка в этом плане и Ближний Восток. Потому что, ну, если скукоживается один из фигур, одна из фигур, которая пыталась представить себя глобалом, на самом деле ты оказался надутым пузырем, то, естественно, ты начинаешь искать другие, как бы, куда бы прислониться, где тебе будет интересно. Я понимаю, что у Украины сейчас ресурс очень ограниченный и так далее, но, тем не менее, работа с глобальным югом, а на самом деле это глобальный юг и восток глобальный, и даже юго-запад тоже, потому что Латинскую Америку, давай тоже не забывать, и тоже есть и так далее. Конечно. Это очень важный момент, потому что на самом-то деле ведь, давай прямо скажем, немножко дезориентированные ребята, они правда считают империалистов, США империалисты. Я понимаю историческое отношение, допустим, тех же Латинусов к Янке. Знаем, плавали все это, знаем и так далее. Болевар не вынесет двоих. Да. Но, но... Причем и в прямом, и в переносном смысле. Но при всем при этом, если мы говорим про справедливость, например, в том же исламском мире, среди населения, я имею в виду, среди общества, очень высокий запрос про справедливость, потому что они правда считают, что к ним относятся дискриминационно. И вот эти моменты, да, технологии на Западе, да, финансы на Западе, да, помощь сейчас идет с Запада, понятно. Но эти моменты, я думаю, ни в коем случае нельзя забывать. Не, за Африкой будущее, это континент, который будет однозначно в 21 веке расти. И в наших интересах, чтобы он рос, базируясь хотя бы на каких-то приблизительно демократических, скажем так, основах, а не на других. Ну, как минимум, чтобы он рос таким образом, пускай растут, как они считают нужными, чтобы он рос не в привязке к фашистскому режиму России и не питая этот фашистский режим России. Конечно, ну, ты понимаешь, определение фашистского режима, да, я, ну, как бы, крамольная вещь не хочу говорить, но Китай на самом-то деле тоже очень легко может свалиться в чистый фашизм. Хотя, ну, как бы мы с Азией мы, как бы, говорим, да, у них свои традиции, да, но если их мерить по европейскому, скажем так, аршина... А если мы их начнем мерить, то там, ну, я имею в виду, что если мы начнем говорить об Африке, то есть китайский вид диктатуры, он тоже, как бы, очень близок к тому, о чем мы говорим, что путинский вид фашизма. Скажем так, китайский авторитаризм. Китайский авторитаризм, ты понимаешь, в чем дело, китайский авторитаризм Украину не должен беспокоить до тех пор, пока этот же, этот самый авторитаризм не содействует тому, чтобы питать, каким-то образом поддерживать экосистему России. Потому что Россия... Ну, это просто те реалии, которые... Сейчас очень много слухов, кстати, что, ну, ты видел там и сообщения, кстати, на этой неделе были, что спутниковую информацию передавали вагнеровцам, да, и какие-то были поставки России, то есть, но пока Китай это называет ИПСО, окей, посмотрим, возможно, это действительно ИПСО для того, чтобы... То есть, была какая-то информация, но она действительно еще не реализована, я надеюсь. Хотя я, кстати, не исключаю, что вагнеровцы где-то купили себе спутниковую информацию в китайских компаниях. Это возможно. Ну, тут что, тут нужно посмотреть на национальный интерес к Китаю. Национальный, не национальный, а вообще интерес к Китаю. Интерес к Китаю, если кто-то считает, что интерес к Китаю в том, чтобы Россия развалилась, чтобы он взял себе Сибирь, то не так. Китайцы, китайцы вполне устраивают очень слабая, но единая Россия. Потому что, если Россия развалится, то там обязательно начнется гражданская война. И для того, чтобы вывозить те ресурсы, которые есть, им придется вводить народно-освободительную армию Китая. А Сибирь, огромная территория, и тратить свои ресурсы китайцев на то, чтобы там наводить порядок, ну, не хочется в Пекине, это понятно. Да, кстати, вот, опять же, почти крамольная мысль, но когда госпожа Меркель и немецкий политикум подписывал все эти договора о газе, о других энергоносителях, атомные контракты и так далее, и при этом признавал праве заводить себе так называемую суверенную демократию, которая была коррупционной, автократия коррупционная. То есть это никак не близко к европейским ценностям. Им действительно было выгоднее такую систему. То есть, когда ты строишь там завод BMW или Mercedes, ты точно знаешь, что вот эта система тебе обеспечит стабильность, и никогда не будет никакого решения суда, когда у тебя заберут этот завод, потому что окажется, что какое-то нарушение по землепользованию. Никаких вопросов. Если ты с Путиным договорился, то ты построишь там 100 заводов, и тебе никто ничего не сказывает. Это прекрасная система, которая была выгодна в том числе и европейским элегантам. Но вот в том-то я все делаю, что автократия очень эффективная система. Она очень эффективная система до определенного момента. До первого кризиса, и если демократия – это та система, которая эластична, и которая кризисы выдерживает, то автократия, в принципе, нет эластичности, она ломается. Но власть не предусмотрена. Невозможно поменять, внутриэлитно поменять власть. Нет, возможно, конечно, перевороты, там, убили кого-то, там, на место одного людоеда пришел другой людоед. Да, это бывает. Но чаще всего это все выливается дестабилизацией в стране. Кстати, вот... Да, да, просто вдобавок, ты не смотрел этот фильм про Кабаеву, там, эти дома, офшоры и так далее? Не смотрел сейчас? Нет, я смотрел про Генжирский дворец я смотрел, а про Кабаеву нет. Нет, а тут сейчас новый фильм вышел, где там вскрыли вот эти офшорные компании. Вот Капутинка, как там... Все это начиналось еще там, вот, как Путин пришел только. И он с ребятами питерскими вот эти офшоры открывал. В разных территориях. И потом Кабаева, все вот эти дворцы, опять же, квартиры, острова, я не знаю. И настолько, как-то вот, знаешь, какое впечатление... Ну, когда там показывают дворцы, там, Медведево, ну, окей, ну... Или там, Януковича, да? Но здесь настолько... Вот ощущение, что, ребята, ну, вы посмотрите, кто вам не управляет. Это же реально шпана, вот, дорвавшаяся к власти. КГБ, именно КГБшная шпана. Вот эти вот кабинетные крысы, сращенные с мелкими жуликами, которые с водки путинки имеют до сих пор доход. Вот, ну, думайся. Это все идет в офшоры какие-то. Там все просчитано, вот эти вот схемы странные. И вот эти гимнастки какие-то, ну, это выглядит просто как кошмар. И вот эти вот, вот эти вот мелкие жулики управляют, держат в страхе 140 миллионов человек. Это ужасно. Ну, в Украине их бы просто сняли вот на вилла, просто всех. Вот, причем в 2003-м, вот они в 2000-м пришли, в 2003-м точно бы на виллы одели за такие вещи. Эти ходят, и самое интересное, им нравится. Я не могу это... Мне очень... Такое ощущение, честно говоря, гадкое на душе после этого. Вот, я так мельком смотрел, так, в быстрой перемотке, но ощущение гадкое, потому что есть люди, ну, например, там, в Иране, да, вот, у них есть идеи, там, есть как бы... Ну, да, это... Духовность какую-то... Да, можно говорить, да, они там с ума посходили, но у них есть какая-то идея. Даже те же коммунисты какие-то, я не знаю, есть какая-то вот... Опять ты говоришь, Сталина и Путина сравнивали. Ну, извините меня, ну, нельзя сравнивать это. У кого был модернизационный проект, он создавал... Да там тот же Гитлер, у него тоже был свой проект. Абсолютно. Абсолютно людоедский, абсолютно человек оденавистнический, но свой проект был. Да, идея ценности. Здесь что? Здесь ему сейчас стукнуло что-то в голову, что он должен еще на фоне вот этих дворцов и украденных этих копеек сводки Путинки еще должен стать величайшим императором. Ему кто-то в голову. Ну, говорят, что на фоне ковида, там, ему он сидел в бункере, ему Мединский там втирал вот этот бред. Но это не идея, это не духовность, это бред. И вот этому бреду следует 140 миллионов, следуют умные люди, дурные люди, глупые и так далее. Плохие, хорошие. Генералы, там, не знаю, ну, можем говорить о качестве генералов долго, но они следуют вот этому, вот этой шпане, которая говорит, а я хочу вот провести военную операцию. Ему говорят, это будет катастрофа. А нет, давайте проводить, я хочу быть императором в величайшем истории. И, к сожалению, нет шансов, я посмотрел, нет шансов у России выйти из этого круга, пока они должны это прожить еще больше, мне кажется. Вот в этой изолированной фашистской, ну, фашистской в каком плане? Это же полный идиотизм, когда шпана устанавливают фашизм. Это бандитизм полнейший. Бандитизм, они, ну, мы называем это фашизмом, но не знаю, действительно ли это отвечает идеологическому контексту фашизма. Ну, как говорит Копчак, удивительность можно только приятным. Ну, я думаю, что, ну, все хорошее, в общем-то, случается именно неожиданно. Поэтому, ну, я абсолютно уверен в том, что вот это самое все хорошее опять-таки случится неожиданно. И случится так, что мы сами удивимся, как оказывается, а что так можно было? Да, так было можно. Если, у нас еще есть время, да, я хотел по фронту пройтись коротко и перспективам. Да. Потому что мы зацепили вот те дроны и Псу в Африанской области. Да, еще есть ситуация Бахмут. Там ситуация действительно очень тяжелая. То есть, в принципе, давят очень жестко, пытаются окружить. Правда, сейчас такие попытки окружения, они остановлены. И чем сейчас занимаются Вагнеровцы и российские войска? Да, они просто начали опять уничтожать просто сам город артиллерии. То есть, они пытаются выдавить войска именно тем, что там находиться невозможно. Просто вот идет сборение города. А, нет города, нет возможности, нет смысла там стоять. И вот сегодня, кстати, опять там был генерал Сырский. Это означает, что оборона будет продолжаться, если бы не было, если бы он не приезжал, наверное, готовились бы к эвакуации. То, о чем сейчас грубит российская пропаганда. Видимо, будут продолжать оборонительную операцию. И что мне вот интересно, я вот пришла к такой голове мысли, что Россия из двухтысячного километрового фронта сейчас взялась в точку, которая там максимум пару десятков. Они еще в районе Кременной какие-то операции уже пытаются проводить? Ну, там сейчас все загрузило, в лесах там они остановились. То есть, это были попытки. Дело в том, что сейчас вот многие аналитики говорят, что на самом деле вот эти три направления удара, Кременная, Бахмут и Угледар, то главное направление удара было на Угледаре. Все это было отвлекающе. Но так как под Угледаром 130 танков и единиц бронетехники было уничтожено, то есть полный провал. Вот эти два удара, они превратились уже опять же в фарс, то есть под Кременной он заглох полностью, но под Бахмутом, так как там Пригожин хочет самореализоваться, он продолжает долбиться головой об стен. Ну и я о чем говорил, что вот свело все из двух тысяч, все сводится российской армии в два десятка километров, а Украина наоборот расширяет на две тысячи километров. То есть начиная от Мачулищ, где залетают бесплодники и бьют по А-50, и заканчивая ударами в бесплодник Крым, Юг России, Подмосковье, плюс вот эти вот непонятные ИПСО. То есть в Брянской области, когда мы в принципе не понимаем, что это, это Россия, это Украина проводит, но смысл в том, что Украина уже начала свою подготовку к наступлению. То есть операция началась, то есть уже сейчас происходит информационно-психологический этап и этап подготовки применения бесплодников. Поэтому у Путина, я думаю, что у Путина стратегия не поменялась, он хотел бы все-таки захватить Донецкую и Луганскую область, заморозить, попытаться вывести Украину и Запад на переговоры, таким образом, каким-то образом продлить свою агонию военную, не допустить вот этого наступления, которому готовится Украина. Кстати, вот только что был опубликован новый пакет помощи США Украине, и там в основном, кстати, боеприпасы различнейшие. Что означает, что Украина действительно готовится к активной войне, активной фазе, потому что боеприпасы нужны, причем различные боеприпасы, Хаймарс, 155 мм и так далее. И еще очень важный момент, все наши союзники почему-то нам передают средства для форсирования водных препятствий. Я не знаю почему, вернее, я догадываюсь, но я не буду говорить. Ну, для того, чтобы другие тоже догадались, мы можем рекомендовать посмотреть на географической карты. Да, вот зачем-то много передают вот таких вот средств, зачем-то я не могу сказать, но это очень амбициозно, я тебе так скажу. Это очень амбициозно, что нам передают вот такие вот вещи. Это означает, что планы очень амбициозные и очень сюрпризные могут стать для российской армии, которая концентрируется немножко в других районах. Пьется головой обтенку в других районах. Поэтому ситуация вот такая, если говорить о фронтах. Ну что ж, будем пристально наблюдать. Скажу так, что сейчас новый жанр, попробовали мы короткие комментарии. То есть, если будет что-нибудь происходить, я буду просто просить Высу записать на 10-15 минут. То есть, вот по конкретному событию концентрировано, чтобы... А звездец Мангусту продолжается. И он будет продолжаться, пока Мангусту окончательно не доставит звездец. Огромное тебе спасибо за очень интересную беседу. Верим в ЗСУ и слава Украине. Героям слава. Спасибо, Юл.